Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, всё сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыли, вплоть до 300%. Ссылка в описании. Здесь есть какая-нибудь пиздатая туса, короче. Пиздатая вечеринка с хорошими, умными, красивыми, молодыми людьми. Можете меня туда пригласить. И мою подружку. И ещё, если вы курите шишку, можете писать в директ. Реально. Не шучу сейчас. Ты не в курсе, заграем. Верс пизжи, только не бань. Пизжи, чем что, чувак? Пизжи, чем твоя жизнь? Так, какой батл в этом воскресенье будет опубликован? Никакой. Да, кстати, чуваки, вы, наверное, реально ждёте батл в это воскресенье. Вот, я... Сейчас я даже не угораю, не пизжу. О, тётя Лилия зашла. Здравствуйте. Так, короче, я сейчас говорю серьёзно, абсолютно. Батл выйдет только 3-го числа. 3-го декабря. Батл вообще охуенно выйдет, я вам отвечаю, чуваки. Прям супер-пупер. Вот. А, да, вообще, если кому интересно, 140 BPM был на прошлой неделе. Я лично занёс это мероприятие в... Ну, в список самых лучших мероприятий 140 BPM, на которых я был. А я был вообще на всех, я не пропускаю ни одну тусу 140 BPM. Я смотрю все выпуски 140 BPM, даже по нескольку раз. Вот. О, братан мой зашёл, Лёха. Блин, вообще, тут все, короче. Облепили родственники. Надо, короче, заводить отдельный инстаграм. Тусовка. Да, тусовочка. Эдди, как ты относишься к сливам? Вообще ненавижу, чуваки, короче, насчёт сливов. Блин, я вообще не понимаю. Вот вы приходите, покупаете билет. Короче, чуваки, я прошу тех, кто сливает всю хуйню после батлов. Вот. Пожалуйста, не приходите на 140 BPM. Не покупайте билет, реально. Ну вот не надо, нахуй вы там не нужны, чуваки. Реально, вы понимаете, что по сути за это можно лицо было бы разбить. Вот. Ну не я, я же никого не буду бить. Я маленький и слабый. Я бы попросил какого-нибудь своего сильного друга избить вас. Вот, да. То есть распространение, короче, сливов, спойлеров, должно наказываться как-то морально и физически. Вот. А тем более неправдивы спойлеры. Да, неправдивы спойлеры. Вы повелись на всю хуйню, на видос из Ладомуэрты, что он меня разъебал. Ой. Посмотрите, короче, батл, чуваки, а потом пиздите. Потому что батл вообще охуенно получился. Я специально вообще ничего не буду вырезать. Даже там, где, короче, я сбивался, он там разок сбился. Вот, мы решили, наверное, оставить всё, чтобы вы заценили всю атмосферу, короче, как это было. Вот. Такая хуйня. Ты пидор мне пишет. Окей. Привет. Я никому ничего не давал сосать, чуваки. Это вообще всякие гейские шутки меня заколебали. Кстати, Ладомуэрты у него реально, знаете, типа, прикол такой. Он на батле постоянно говорил. Сейчас там мой член тебе в жопу залетит. Ну, короче, вообще, я вообще не понимаю. Люди пытаются унизить так другого человека, но как бы прямым текстом говорят. Вот я активный гей. У меня прикалывает, короче, пацанов пенис осувать. Это же полная хрень. Когда батл выложите? Я уже говорил. 3 декабря будет батл. Первый с тусовки. Всего было 4 батла. Все они получились супер-пупер. Не, ну если серьёзно, получились... Вот два батла получились прям огонь. Взрыв. Прямо стопудово миллионники. Там 2 миллиона, 3 миллиона будет просмотров. Вот. И два батла получились... Ну, это моё мнение. Я просто после тусовки пересматривал с умного видосы. Ну, там с камеры, как бы с херовым звуком. Вот. Звук сам с микрофонов я ещё не слышал. Вот. На тусовке, когда находишься, там, понятное дело, там кажется, что все батлы офигенные. Кажется, что... О, вот это прорыв, это новый уровень. Каждый раз, на каждой... Ну, кроме тусовки в Гештальте. На третьем этапе. Там, наоборот, это... Я думал, это шаг назад. Шаг вообще в другую сторону. Вот. Хуже, чем в Гештальте батлов не было. Вот. То есть, помните вообще третий этап, чуваки, да? Такой себе получился. Средняк. Даже... Вот помните батл всяческий на Бинобата? Вот помните, да, его? Помните, короче. Там, 300 тысяч просмотров, но по-любому все его смотрели. Так вот, с этой тусы, с полуфинала, вас ждет ровно наоборот. То есть, вас ждут прям охуенные батлы, чуваки. Вот. Правда, что Кила шуму проебал? Чуваки, вы что реально думаете... Зачем еще у меня это спрашивать? Вы что реально думаете, что я скажу, что я буду спойлерить? Когда первый батл выйдет? Что за бред реально? Что одно и то же... Смотрели, когда финал? До нового года или тус? Ммм. Я могу сказать, что финал будет в январе во второй половине месяца. Уже дату забили. Вот. Но пока ждать этой... Афиши не стоит. Слушайте, насчет это. Билеты. Мы продаем всего 100 билетов. Если кто не знает, на эту тусу мы продавали 100 билетов по косарю. Они вообще разлетелись меньше, чем за сутки. За 12 часов. Да, за 12 часов, короче. Ну, за 18, ладно. Не будем врать. Будем говорить точнее. Ну, потому что я выложил в 12 ночи афишу. А в 6 вечера мне Санек Бирда сказал, что билеты кончились в кадреде. Да. Вот. Короче, чуваки, кто мечтает попасть на финал вообще? Я вам говорю сразу. Ближе к январю, к концу декабря. Смотрите там, обновляйте, короче, группу ВКонтакте. Потому что мы выложим афишу, и опять будет 100 билетов. И это все очень быстро распродастся. Вот. Так что торопитесь, чуваки. Скорее всего, это будет стоить дороже, чем 1000 рублей даже. Вот. Ну, а что поделать? Это финал, знаковое событие. Не все могут попасть на такую крутую вечеринку. Вот. Вообще, в этот раз реально у нас был такой формат, что мы в Грибыч до этого запускали. Мы продавали 200-250 билетов. И еще там человек 100 было наших друзей. В итоге 300-350 человек было в помещении. И очень много было недовольных. То есть, я на самом деле на мероприятии не видел недовольных. Понимаете? Когда я же ведущий, я стою в кругу. Вокруг меня стоят счастливые люди. Это люди, которые смогли пробиться в первый ряд. И у меня складывается ощущение, что всем охуенно вообще зашло мероприятие. Вот. Но потом, когда я прихожу домой и начинаю читать комментарии, там очень много недовольных. Чуваки, которые не смогли пробиться там не то, что в первый ряд. Просто стояли в самом заду. Стояли вообще даже не в зале. Стояли у бара. Вот. И я как бы... Ну, мы посовещались с нашей командой. 140 BPM. У нас целый офис уже. Вот. Мы посовещались, решили, что это полная хуйня. Что надо уважать своих зрителей. Поэтому всего 100 билетов продаем. 100 людей приходят по билетам. И примерно 100 человек мы запускаем наших друзей. Друзей участников. Друзей техперсонала. Друзья диджея. Друзья там моей подружки. Короче. Друзья друзей. Вот. И в этот раз было 200 человек в помещении. Знаете. Вот реально. Много кто уже сказал эту фразу. Типа. Блин, я пить хочу, короче. Много кто сказал, что в этот раз было прям по-домашнему. Давай, наливай быстро. У меня есть моя личная рабыня. Очень красивая рабыня. Так вот. Короче, было по-домашнему. Вот. Я думаю, что мы дальше будем продолжать двигаться в таком же формате. Переезжать с Грибочей не хочется. Нравится, короче, вот эта уютная атмосфера. Вот эта подвальная андеграундная тема. Вот. То есть, если, например, есть рвать на битах, мне кажется, им наоборот надо двигаться в концертном направлении. Я думаю даже, что рвать на битах рано или поздно выйдет на какой-то такой уже стадионный формат. Ну, в принципе, в зале ожидания тысяч человек это уже очень много. Вот. А у нас все-таки, короче, мы батлим в кругу, понимаете. Может, удобнее было бы перебраться на сцену. Но это уже будет не то. Надо сохранять традиции. У нас андеграунд вот это вот. Мы стоим в кругу, короче. Поэтому вряд ли когда-нибудь мы сможем собрать стадион. А при желании собрали бы, я уверен, нашлись бы желающие прийти на такую тусу. Было заебись без давки. Да, вон чувак шарит. На отъезд ты делаешь. Не, чуваки, еще раз повторю, я в Вологде. Вот, если есть в Вологде, там движущий, чикаво, чикаво там. Пишите в директ. Какие пары будут примерно на мейн-эвенте в финале? Слушайте, пока не буду раскрывать. Вот, но будут мейн-эвенты пиздатые. А с одного мейн-эвента вы вообще охуеете прям. Вы прям подумайте. Вот такое у вас впечатление будет. Но если вы вообще любите баттлы, это относится к таким людям. Если вы не любите баттлы, вряд ли у вас будет какой-то эффект. А вы скажете, а, ну этот, хуй с этим, хрен знает, они вообще такие. Давай в конце мейн-эвент, ноу-нейм против диктатора. Блин, чувак, что за бред? Два вылетевших участника. Тем более, они батлили на отборе. И это один из моих любимых баттлов. Зачем его повторять? Посмотрите, кстати, если не видели. Там уже почти 2 миллиона просмотров. Да, по-моему? Есть такая тема. Диктатора. Чуваки, тоже любите диктатора, да? Я недавно, короче, его треки послушал. Ну нет, я и до этого слушал его треки, но тут я прям закачал на плеер много его треков и слушал. Вот, блядь, чуваки, реально я вам советую диктатора. Диктатор, ну, очень талантливый персонаж. Я думаю, что в плане текстов он даже, короче, пизже, чем Noize MC. В чем-то у него более складно получается. Выражать мысль ясно, то есть не уходить ни вправо, ни влево, и при этом он еще это так круто рифмует. И при этом он еще умеет охуенно читать. У него лютая скиллуха, прям очень хорошо развита. И он ее вообще в треках не юзает. Он ее просто в баттлах показал, типа, ну, я, блядь, тоже могу, как вы, пацаны. Вот, а так он хуячит, короче, чисто в треках, чисто обычный рэпчик, вот, как образца 2009-го, 2008-го. Вот, я такое вообще люблю. Жалко, что сейчас никто такое не делает. Жалко, что сейчас русский рэп ушел в какую-то ебень какую-то, ну, реально. Я не знаю, нормальная прическа. Как вам моя прическа? Лохматая прическа. Короче, вот, все ушли в какой-то звук, да, типа, все такие, ммм, звучание там. Но на самом деле, знаете, я что скажу, большая часть рэперов, которых вы, может, слушаете, если вы слушаете русский рэп, то это вообще полная хуня. Задумайтесь, короче, может, вы ошиблись в жизни, может, вы не туда свернули. Понимаете, всякие чуваки такие, ой, звук, типа, короче, ставят сейчас звучание превыше смысла, превыше вообще эти смысловые нагрузки. Но, по сути, сами вообще не разбираются в звуке, а не думают, что нахерачить эффектов и вставить автотюн, это типа звук. Но на самом деле не знаешь, что такое, ну, истинная там звукорежиссура, в плане, что такое работать на чистотой голоса. То есть все это звучит, как какая-то гаражная хуйня с кучей эффектов. Вот, типа, короче, чуваки, я надеюсь, что русские рэперы эту хуйню услышат, и все задумаются, и начнут писать нормальные текста, и вообще забьют хуй. На вот эту хрень. Короче, на вот это псевдо-западное звучание. Заебал, пиздец, рождец, че, ну, просто какие вопросы, ты под чем? Я абсолютно тряс. Вообще часто спрашивают, ты под чем, да? Я недавно у Гуфа увидел такую хуйню, типа у Гуфа часто спрашивают, ты под чем? В общем, ребята, я понимаю, Гуфа реально, я всегда просто в хорошем настроении, ё-моё, пошел нахуй, мне пишут, прикинь, да? Вот просто, вот, за что, чувак? Взял бы Рамиреса на 140, у него вроде бы скилл есть. Грязный Рамирес, блин, вообще я писал менеджеру давно пацанов, ну, Сида и Рэма, и таких, бля, пацаны не участвуют в батлах. Вот, а тут Грязный Рамирес слышал батлит на версию, вот, все-таки, блин, надо было, наверное, более сговорчивым типом не быть. Так, за май топчега, согласен, за май красивый, а? Ты мне тебя вырезку не дариваешь? Я пердела тебе в ебасосину. Варя, ты че, поехала? Варя, ты че, да все мы знаем, кто скрывается под Варей. Микки Маус на мейн-ивент. Да, по-любому надо. Микки Маусу надо батлить. Там спрашивали, будет ли второй сезон? Конечно будет, чуваки, я же не идиот, чтобы останавливать эту тему. Я буду за май. Чувак пишет. Привет, косавчик. Привет, детка. Я тебя сейчас поебала, да? Да тихо ты. Никто не знает, что у меня есть девушка. Да, никто. Баттл с Ислой, как тебе? О, нормально было, мне понравилось. Хороший баттл. Так, смотрите, это Марина. Здорово, Эдди Кингса, ты не петух. Все равно звучит как оскорбление какое-то, да? Типа меня обрадовать хотел, чувак? Как тебе баттл Ислой? Вы че, реально, че вы мне спрашиваете? Как ты нашел таких технических МС, которых не могут найти другие площадки? Я не знаю. Кстати, реально, я смотрел слово Back to Beat. Вот, че-то там все хуже и хуже, короче. Последний вот этот баттл, там где баттлил... А кто там баттлил? А, нет, последний с этим... С Кондрашовым и с каким-то типовым, такой более-менее. А вот перед этим там был какой-то чел и еще какой-то хуй. А, кукиш с хаслом. Блин, кукиш с хаслом. Вы вообще не представляете. Я знаю кукиша с хаслом. Еще с самого первого мероприятия 140 BPM. Вот. Короче, этот чувак... Мы на 140 BPM, когда с Соней Мармеладовой забаттлили... Помните, баттл был вообще охуенный. Так вот, короче, после этой тусы мы пошли в какой-то дворик. Мы хотели посидеть там, выпить пиво, покурить, короче, пообщаться. И, чувак, мы встретили преграду на пути. Арка была закрыта воротами металлическими. И там вот как бы... Ну, хуй пролезешь. И вот этот кукиш с хаслом, он такой... Бля, пацаны, я сейчас вам все замучу. Короче, он полез на ворота, пролез между, типа, потолком и воротами. Вылез с той стороны, открыл нам дверь. Вот мы пизда-то затусили. Я кукиш с хаслом запомнил на всю жизнь. Я, правда, не знал тогда, что он кукиш с хаслом. Я думал, это просто парень. А у него теперь есть погоняло. И он даже грайм МС. Да, это наш любимый чел, короче. Мы так его называем. Это кодовое имя. Вот, и наш любимый чел, на самом деле, неплохо, да, забаттлил. Ну, пиздец, там, конечно, авбитов много было. Прям вообще дохуя. Но, типа, он написал такой флоу, который сам немножко не вывозит. Но видно, да, что он, короче, дальше сможет. Типа, есть куда расти. Вот, а чел его оппонент, ну, это просто хуйня. Прям вообще говно. Че он там делает, я вообще не понял. Я не понял, куда Дима Капранов смотрит, когда таких типов берет. Неужели они на заявке были пиздатыми, могли показаться крутыми. И у них было мало заявок. Типа, они не взяли загубного майка. И, ну, взяли вот этого, типа, вот, то есть, я не знаю, я отбирал. Я вам так скажу, чуваки, я, хоть на меня очень много говна было вылито, что я там и Сладумуэрта не взял, еще кого-то не взял. Чуваки, я очень тщательно, короче, отбирал. Заявок было полторы тысячи. И, ну, я взял не всех пиздатых. То есть, каких, кто-то из пиздатых чуваков все равно бы не прошел. Но мы отбирали очень тщательно, несколько дней. То есть, я, как бы, посмотрел все заявки. И я сделал балльную систему. То есть, я ставил там, короче, от нуля до десяти. Мое впечатление личное. И потом, когда я все, ну, все заявки посмотрел, я стал отбирать тех, у кого было больше семи баллов. Вот. И потом, вот эти челы, у которых больше семи баллов, несколько дней я смотрел их заявки. Прям, блин, они у меня уже набили там оскомину. Я показывал своим друзьям. Показывал, там, всячески. Показывал своей подруге. Показывал Микки Маусу. Даже Волки Ти спрашивал, что он считает на этот счет. Вот. Мы отбирали очень жестко. Я не понимаю. То есть, на слово back to beat не хватило пиздатых заявок. Либо, короче, вот так отнеслись, короче, к просмотру заявок. Походу, это очень важная хуйня. И я так смотрю, типа, пиздатых мадипов на 140 BPM набрали. Да? Вообще охуенных. Типа, вообще у нас охуенная турнирка получилась. Вот. Так что дальше будет лучше. Дальше будем также тщательно отбирать. Второй сезон по-любому будет. Я даже могу вам примерно сказать, что он будет... Набор будет весной, короче, по-любому уже. Где-то в середине весны. Вот. Такие дела, короче. А еще, знаете, чуваки, вот вас не так много здесь. Вообще хотел спросить у вас, что думаете. Ну, те, кто пишет в комментах, отпишитесь, короче. Вот я сейчас спрошу, вы отпишитесь. Смотрите, мы с ребятами, с участниками турнирки хотим выпустить микстейп, короче. Микстейп 140 BPM. Ну, типа, треки там, лонгмиксы. Короче, от участников. Вот релиз. Такой вопрос. Пришли бы вы на концерт с презентацией вот этого релиза? Где не будет батлов и там всей хуни, но где все мы, ребятки со 140 BPM, все участники турнирки там, ноунейм, молдавани, шум, гоукил. Вы пришли бы на такой концерт, чуваки? Ты идешь на треки? Да. Го. Александр написал Го. Бомба, сразу да, заебись. Заебись, отличная идея. Пацаны, в Питере и Москве по-любому сделаем. А может даже в тур поедем, вообще охуенная тема будет, да, чуваки? Хотели бы, чтобы 140 BPM приехал в ваш город? В Иркутск там, или в Ижевск, или там в Твери, или в Тулу, или в Орел, или в Оренбург? Диктаторы, заебись на Микстейбе. Да, конечно, все будут, все, кто участвовал, все будут. Вот. Здравствуйте. Хорошо придумали. Буду в Питере, залечу. Куда? Так в смысле, не только в Питере, чуваки. Я и спрашиваю, мне интересно вообще. В других городах смотрится, в 40 BPM? В Москве там, хотя бы. В Одессу, нахуй. Блин, Украина, да, хотелось бы Украину сгонять вообще. Недавно приглашали меня на Rap Sox Battle. Вот. Типа поучаствовать. Пиздец, я бы вообще с удовольствием сгонял так чисто посмотреть. Вообще, интересно, Украина. Там же типа все как русские, да, но это типа другой мир, короче. Ну, украинцы же наши братья. Короче, вот. Вот, но я участвовать в баттлах пока не хочу. Мне вообще не очень нравится готовиться к баттлам. Мне нравится писать треки, чуваки, и организовывать баттлы другим чувакам. И вообще все это мутить. Был мы в финале, есть один минус. Дизайн, билеты могут быть и получше. Бля, братан. Ну, извини. Не, ну вообще мне в канал дизайн. Чувак сделал, я такой сказал, да, заебись вообще. Вот. Ну, чувак, ты же пришел на 40 ппм. Это же, ну, не так важно, какой билет был, да? Вот. Главное, что туса пиздатая получилась. Ну, и билет все-таки, он же тебе просто не понравился стилек, да? Ты же не скажешь, что этот билет какое-то прям, блядь, говно. Какой-то трэш. А нам же ехать надо, да, уже скоро? А я еще даже не мылся. Я грязненький. Ладно, чуваки, давайте еще пару вопросов, и я пойду мыться. Буду смывать себя. Грязь. Рэпсокс покупает русских эмси, заебали. Сколько предлагали? Нисколько не предлагали? Нет, в смысле, предлагали приехать поучаствовать там. Гонорар просто, было слово гонорар. Но я типа сказал, бля, чуваки, сейчас не готов. Вот. Делай концерт. Когда батл выйдет? Чего это ты решил позвать Ислу на 140? Чуваки, вы типа, иногда такие вопросы задают, как будто недавно вообще следят за батл рэпом. Так, батл, когда? Каким шампунем пользуешься? Я не знаю, я пользуюсь женским. Я пользуюсь шампунем подруги. Почему 3 декабря? Ну вот, типа, нужно 2 недели на то, чтобы все сделать. У нас, короче, это. Будет небольшой редизайн видосов. То есть там заставка новая. Всякие модные плашки. Ну, короче, увидите, я не буду спойлерить, хотя это не такой же спойлер. Вот, поэтому сейчас надо чуть-чуть больше времени, чтобы все это зафигачить. Ты в Дисе на Ислу сказал, хуй тебе, а не батл, падла. Какого хера у тебя с ним батл? Ну вот, чуваки, двойные стандарты. Не стоит доверять моим словам, понимаете? Моим словам гроши цена. Охуняет все, что я говорю. Вот. А так, на самом деле, ну, если серьезно говорить, с Ислой батл, я подумал. Ну, я же не только батл МС, я еще организатор площадки с РВБМ. Вот. В курсе вы, да, наверное? Короче, я просто подумал, что батл будет пиздатый для проекта. Типа, пиздатый фидбэк будет с него для моего проекта. Вот. То есть не было какой-то там принципиальной охоты за батл, из человека уничтожить его, поставить его на место, рассказать ему про свои обиды. Нет, такой хуйни не было. Просто хотелось, короче, сделать пиздатый батл для своего проекта. Так, Гоша 16 плюс батл и концерт, Эдик. Не, пацаны, на батл 18 плюс строго. Малолетние всякие движи, нам не нравится. Концерт какой? Ты намекаешь, чтобы я сделал свой сольный концерт? Нет, ну нет, я не буду. А, ну ладно. А кто-нибудь хотел прийти на мой концерт? У меня еще альбом вышел, вы в курсе? В Казахстан, конечно. Да, блядь. Едьте в Казахстан. Казахстан. Кикс, ты почему диктатор проебал? Он сделал лучше. Я не знаю. Может, у Бирдуса спросишь? Или еще у кого-нибудь? Типа, ты же видел видос, чувак? Там стояли судьи. Даже как-то старались аргументировать свое мнение. Ну вот они, типа, посчитали, что диктатор проиграл. Я что, я стоял просто, я вел. Я сам по хуй был. Я фанат диктатора. Самый красивый тип, рептилия, топ. О, спасибо. Топчик альбом, особенно пустота зашла. Блядь. Чувак. Да, я тебе говорю, мы тупоро импульсируем. Сука. Ты обмазываешься. Я обмазываюсь вашими комплиментами. Чуваки, прикольно, да, что всем по-разному нравится? Ну, что нет такого, что там какие-то треки прям совсем провал, типа, кто-то говорит, вот мне это понравилось, мне это понравилось, мне это понравилось, а мне вообще это кажется заебись. Вот. Короче, пиздатая хуйня. Пиздатые делают по-разному, да? Жаль, просто 40 никто не считал на разогреве. Да, кстати, я тоже задумался, прикинь. Это был первый раз туса. Зато там аром Берсерк очень был. Да, зато Берсерк был очень смешной, он создал мем. Обычно просто на тусах 140 бпм, в перерывах между батлами, перед батлами, кто-то хватает майку встану, дайте мне почитать, дайте мне проявить себя. Вот, а в этот раз что-то, ну, все тусили. Но зато была такая спокойная атмосфера. Когда все читают, когда все читают... Вонгуртик. Да, когда все читают, начинается вот эта хуйня, вот этот круг, ну, вот этот круг, который должен у нас стоять в середине зала, превращается просто в мешанину из людей. И еще я такой выхожу, и у нас как бы время, да, типа, нам надо дальше батл проводить. И я такой, типа, пытаюсь сказать, блядь, чуваки, все, хватит читать рэп, дайте микрофоны. А мне все по плечам хлопоты такие, да блядь, Эдик, да, сейчас, блядь, сейчас пизда-то читают, пусть они вот закончат. И один заканчивает, другой хватает, и я говорю, все, чуваки, блядь, надо уже по рукам бить, а отбирать микрофон. Короче, чел, который вынесло, прыгнул, он в комментариях тебе пишет, факт, не знаю. Да? Да. Этот чел? Да. Газиев Алим? Да. Реально тот самый? Да. А как его открыть? Не знаю. Он уже несколько раз писал по плюсам. Этот мальчик маленький, 15-летний? Нет, это не он. Слышишь? Он, этот чел пишет, что он будет плюс. Это по плюсам мыслы. Не, если ты тот самый мальчик, то чувак, блядь, имей уважение, нахуй. Тебя пропустили, вообще. Бесплатный, ты 16-летний. Но я думаю, это вряд ли, это друзья из Судомуэрты. Да, срите сколько хотите меня, мне вообще на ваше мнение похуй. Да, мальчик нормально баттлил? Да, нормально. У него был какой-то slow motion flow в этот раз. Но корифи... Блядь. Эй, ты чел? Че, ну охуенно баттлил у них в обоих. Киргыз с тобой, бро. Надеюсь, выебыл из Киргызстана с тобой. Молдаване вылетели? Да чуваки, узнаете все. Ивентный финал, пидорок, ты рыжий. Какой баттл завтра будет? Завтра не будет баттл. Мне 19. Ты че, блядь? О, нихуя. Иди подмойся, маня. А какой первый баттл выйдет? Йоу, Эдик. Ну все, короче, пошли одни и те же вопросы, да? Заходят люди, которые не сначала смотрели трансляцию, где я все уже рассказал. Где был финал? Че за пиздюк стоял возле умного на баттле вайба и шума? Ой, мальчик маленький, да? Короче, к нам иногда ходили с родителями маленькие мальчики, вот. Но мы сейчас в этот раз решили, что больше так не будем делать. Но с другой стороны, обидно за малышню. Вообще, прикиньте, реально, я уже это где-то говорил, но реально, 10-летний пацан на 40 BPM, если бы меня в 10 лет привели на такую хуйню, и я еще стоял прямо в кругу, прямо вот, я бы вообще опасался. Это же вообще такое воспоминание, типа, крутое. Клип ноунейма, как тебе? Хороший клип. Красивая картинка, прям такая, радует глаз. Немножко однообразно, конечно. Ну, все рэп-клипы однообразны. Вон, там, если... Это, конечно, не клип Локемина Королева, где там... Я, кстати, вчера досмотрел сериал Табу. Вообще, чуваки, советую сериал охуенный с Том Харди. Кто говорит, что сериал херня, не верьте, это бред. Типа, это пиздеж. Вообще, часто, короче, уже стал натыкаться на такую тему, что мне говорят, что это говно. Я смотрю, а это, оказывается, не говно. Вот. Женя, КПСС, привет. Ежемесячные как выступили на Рвайт на битах? А завтра посмотрите, чуваки. Завтра же батл выйдет. Проиграл Исли, лох. Иди нахуй, еблан. Лоу. Че, короче, я не курю сигареты, я курю Айкос. Я бросил сигареты. Томск. Братан, ты вану хотел. Да, все, я пошел мыться. Друзья, всем спасибо. Это был скучный эфир. Все, всем пока. До свидания. Как завершить? Блять.